Реабилитационный центр Олеся наконец-то отпразднует новоселье. По плану для детей-инвалидов должны были построить специализированный центр с большой территорией и несколькими корпусами. Землю в городе нашли, проект подготовили, но средства из государственной казны так и не поступили. А вот нуждающиеся в реабилитации семьи остались со своими проблемами, но, конечно, не один на один. Однако тесные помещения, в которых специалисты Олеси работают уже больше четверти века, сейчас не позволяют принять желающих чаще, чем раз в год. Выход из положения нашли для реабилитационного центра и реконструировали здание бывшего детдома. Когда состоится долгожданный переезд и как он расширит возможности для реабилитации детей-инвалидов, расскажет Александра Медведенко. Яркое здание на фоне серых пятиэтажек. Это не детский сад или школа. Это особенное здание для детей с особенностями развития. Реабилитационный центр Олеси откроет двери своего нового дома через месяц. Для специалистов и их подопечных всё продумано до мелочей. Здесь не только новые стены и просторные кабинеты. Главное – новые возможности реабилитации. Первое – мы уйдем от несоответствия требований. Второе – мы создадим более оптимальные условия для работы специалистам. А вы знаете, что это немаловажно, потому что работать с детьми-инвалидами, с детьми с ограниченными возможностями далеко не каждый доктор, далеко не каждый педагог дипломированные стремятся и желают. Поэтому это тоже мотивация специалистов. И самое главное, что, безусловно, увеличится не только мощность, а расширится спектр предоставляемых услуг. С начала 90-х возможности самого центра по реабилитации детей с ограниченными возможностями были ограничены. Первый этаж – общежитие в центре города. Кабинеты тесные, планировка неудобная. Постоянные коммунальные протечки. Разным специалистам Олеси приходится заниматься с детьми в одном кабинете одновременно. Но даже в таких условиях здесь добиваются больших успехов. Переезд реабилитационного центра в новое здание в очередной раз подтверждает его уникальность и значимость для Новосибирска. У нас есть такое учреждение, которое занимается этими проблемами. Есть методики, выверенные методики, которые опираются, с одной стороны, на науку, на научные исследования, а с другой стороны, богатый уже получен опыт и знания, как заниматься реабилитацией подобных детей, чтобы они не отставали в развитии, чтобы они развивались тоже, чтобы они чувствовали себя нужными обществу. Реабилитационный центр Олеся ждал новоселья 26 лет. Решением проблемы стала реконструкция бывшего детского дома в Дзержинском районе. Его воспитанников взяли приемные семьи. А освободившиеся здания строители переоборудовали. Так, площадь для работы специалистов центра Олеся увеличится в разы. Вместо 300 квадратных метров – 2500. Основные общестроительные работы закончены, отделочные работы внутри закончены. Осталась вентиляция, автоматика, пожаротушение, датчики, видеонаблюдение и, соответственно, пусконаводочная работа. Центр Олеся откроет двери в новом доме в ноябре. А пока строители завершают работы. Здание привели в соответствие всем современным нормам. Для удобства детей и родителей созданы все условия. Это подъемник для людей с ограниченными возможностями. Уличный подъемник. Здесь пульт управления. То есть колясочник подъезжает. Вот эти вот ограничители поднимаются наверх. Колясочник заезжает, они опускаются. Подъемник поднимается на нужную высоту. Та дверка открывается, колясочник выезжает. На второй этаж, чтобы подняться, в переходах в этой части и во втором переходе расположен лифт. Именно для маломобильных групп, которые поднимают их на высоту второго этажа. В мечтах у специалистов Олеси – открытие большого центра, который мог бы принять еще больше детей. Четыре года назад, во время визита в Новосибирск вице-премьера федерального правительства Ольги Голодец, ей представили проект реабилитационного центра. На просьбу о помощи в выделении денег Голодец одобрительно кивнула. Стоимость проекта по смете – полтора миллиарда рублей. Город зарезервировал участок земли под строительством. Подготовили документы, но поддержки федерального центра так и не дождались. Семьи с детьми-инвалидами вынуждены проходить реабилитацию по очереди раз в год. Пока федеральный центр оттягивает сроки по финансированию для строительства полноценного реабилитационного комплекса, потребности новосибирцев приходится закрывать с помощью городского бюджета. Благодаря новому зданию 450 семей в год смогут получить полноценную реабилитацию. А это в два раза больше, чем сейчас. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирская неделя.